В Киржачи отремонтировали самый длинный деревянный мост в России, в драмтеатре подвели итоги 169 сезона, а капелла мальчиков вернулась из Германии с победой. Об этом и не только в культурном обзоре за неделю в студии Евгения Палагина. Здравствуйте! Начнем с новостей из Киржача. Вот уже несколько дней жители города ходят по Типографскому мосту. Деревянный путепровод длиной 555 метров соединяет Александровский сад и центр Киржача. Работал над объектом, вошедшим в Книгу рекордов России, бригада Александра и Сергея Шершиловых. Напомню, из-за весенних паводков один из пролетов моста пришлось срезать. Изначально все работы должны были закончить к 21 июня. Открытие пешеходной артерии города хотели приурочить к всероссийской акции «Мирный рассвет». Но река Киржач обмелела. Это позволило начать восстановление моста раньше срока. Как сообщил губерния 33 генеральный директор Киржачской типографии Евгений Федоров, несмотря на то, что мост открыт, часть работ не закончена. Ведется сооружение дополнительных укреплений. Помимо ремонта моста, бригада Шершиловых разровняла берег, тем самым восстановив естественный водоток. В будущем недалеко от моста, выше по течению, появятся новые арт-объекты Киржачской типографии. Он будет выполнять функцию не только эстетическую, но и практическую. Арт-объектом станут заградительные столбы от мусора. А вот так выглядит обновленный мост сейчас. Ух! Вот она, новая граница. Он стал немножко качаться. Но это придает, думаю, особый шаг. Опоры. Мощные опоры. И вот граница номер два. Вот это то, что мы заменили. Отлично. И еще об одном ремонте, правда, не таком успешном. Во Владимире строительные работы на театральной площади спровоцировали вибрации в здании Троицкой, или, как ее называют в народе, Красной Церкви, где расположен музей Хрусталя. На площади перед драмтеатром собираются возвести светомузыкальный фонтан, который планируют открыть ко дню города. Инцидент произошел 10 июня, рабочие начали вбивать сваи. Из-за подземных ударов в музее на полках стали двигаться экспонаты. Один из них спасти не удалось. Разбилась крустальная ваза. Как сообщил губерния 33, гендиректор ВСМЗ, строительные работы сразу же приостановили. Цитирую. Чисто визуально все нормально, но сотрясение было такой силой, что на полках, вы помните, там стеклянные полочки, на которых все это стоит, на полках поползли предметы. Причем за 20 минут сползли на 15-20 сантиметров. Благо заметили дежурные смотрители, которые отсигнализировали. Мы экспозицию, понятное дело, закрываем. Все снимаем, ставим с полок на пол. В этот же день на место приехали представители городских служб, госинспекции по охране объектов культурного наследия, департамента строительства, а также ситименеджер Андрей Шохин и заместитель губернатора Владимирской области Михаил Холков. На следующий же день строители установили сейсмодатчики, результаты которых показали, а движение общественного транспорта вибрации значительно больше, чем от строительных работ. Что касается разбившегося в музеях у столя экспоната, специалисты утверждают, что от проходящих по соседству работ могли срезонировать трубы, проложенные под землей. Интересный момент. Перед началом строительства проводились все необходимые изыскания. В них принимали участие и специалисты областного центра археологии при ВЛГУ. Ни там, ни в департаменте строительства пока никаких комментариев по поводу инцидента не дают. А вот в другом здании по соседству от стройки все спокойно. На минувшую неделю в театре драму подвели итоги 169 сезона. После второй части спектакля «Мастер и Маргарита» объявили лучших актеров и лучший спектакль сезона. Зрительские симпатии разделились следующим образом. Лучшим актером стал Андрей Щербинин. Больше всего гостям «Мелькомены» понравилась игра Анны Лузгиной. А лучшей премьерой 169-го театрального сезона стал спектакль «Раковый корпус», сосланный на вечное режиссера Владимира Кузнецова. А теперь поговорим о музыке. Грандиозные события длиной в неделю. 11 июня на стадионе «Торпеда» стартовала новая музыкальная экспедиция. На сцене губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Артёма Маркина. За роялем уже знакомый многим музыкальный путешественник Андрей Коробейников. Во Владимир он приехал прямиком из Франции. Накануне фестиваля пианист давал там концерт. Добирался, как и подобает путешественнику, с приключениями. С трудом доехал до Парижа, позже узнал, что рей задерживают. Но обстоятельства и спешка не испортили настроение музыканта. Я хотел приехать, мне не хотелось отменять это, чтобы меня кто-то заменял другой. Вот я хотел приехать. Я приехал. Музыканты, ты врачуешь души людей, ну, посредственно, конечно, гениальной музыки, композиторов. Прежде всего, они написали нам такой подарок. Это был концерт Петра Ильича Чайковского, знаменитый первый концерт. Это первая часть. В нем все-все соединилось. И любовь к стране, и жизненная драма, и в итоге просветление, которое одновременно и личное. И это плохое слово общественное. Обладательница сильного и гибкого сопрано Яна Иванилова площадку открытия фестиваля заносит в свой список нестандартных мест выступлений. Услышать всю красоту голоса певицы помогает хорошая работа звукорежиссеров. Подобные площадки путешествия – страсть певицы. В этом году желания поучаствовать в экспедиции и свободное место в графике совпали. Я очень обрадовалась. Я очень люблю, правда, путешествовать по городам. И вот то, что будет Владимир, будет Муром, это для меня такая радость. Я уже пела его в Владимире, в Муроме, и с огромной радостью возвращаюсь. Впервые во Владимире выступают скрипачи Илья Грингольц из Швейцарии и Анаид Куртикян из Армении. У Грингольца дебют. Впервые он играет произведение эстонского композитора Арва Пярта – «Табула раса». Завершил первый день фестиваля концертик для Гобоя, струнного оркестра и фонограммы композитора Артема Васильева. Произведение было написано 17 лет назад и с тех пор это одна из визитных карточек композитора. Первым, кто исполнил концертик, был Дмитрий Булгаков. Его игру на Гобой и услышали владимирцы. Гобой солирует с оркестром, но в звучание классических инструментов вмешивается фонограмма с самыми разными, иногда грозными, иногда веселыми звуками. То есть звук идет, это фонограмма из колонок. Чтобы это сыграть и у меня, и у дирижера в ушах должен быть клик, метроном. В общем, это достаточно любопытная техническая задача и, на мой взгляд, просто очень красивая музыка. На репетицию достаточно сложного в исполнении произведения был всего день. Композитор Артем Васильев результатом остался доволен. Я использовал специальную программу, специальное звуковое оборудование, которое позволяло музыкантам отправлять метроном, чтобы они чувствовали правильный ритм и знали, когда вступить. А слушателям отправлял фонограмму, которую мы слышали здесь. Поэтому моя работа была тоже ответственная, исполнительская, потому что я следил по партитуре и должен был запустить в нужный момент, именно не раньше, не позже, а именно в тот момент, когда предполагается. 12 июня, в День России, музыканты-кочевники побывали в Муроме. Как и в областном центре, гостей встречал дождь. Сцену расположили между памятником Илье Муромцу и набережной Оки. Слово моим муромским коллегам. По словам исполнителей, под открытым небом классика звучит иначе. Создается особенно прекрасная атмосфера и повторимый диалог между музыкантом и слушателем. Желание влиться в музыку настолько велико, что мы через все препятствия проходим и возникает какое-то удивительное единение. В 2018 году этот фестиваль стал одним из мероприятий, приуроченных к Чемпионату мира по футболу. Сами музыканты не считают это удивительным, ведь спорт и творения великих композиторов на самом деле могут сочетаться. Мне кажется, что очень много параллелей можно проводить между спортом и музыкой. В общем, в музыке есть спорт, и в спорте есть музыка и гармония. Так что это, в принципе, то и другое искусство. Несмотря на непогоду, муромские слушатели высоко оценили не только чудесную камерную музыку, но и идею проведения концерта на набережной Оки. С 5 по 10 июня Владимирская капелла мальчиков и юношей покоряла Германию. На этот раз юные исполнители отличились на самом престижном международном конкурсе хоров имени Роберта Шумана. 17 хоров из 11 стран боролись за звание лучших. По итогам конкурса было вручено 13 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых диплома. Юные владимирцы под управлением Народного артистера России профессора Эдуарда Маркина стали обладателями золотого диплома. Если вы собираетесь в Суздаль, то эта информация будет для вас актуальной. С 1 июня экскурсионный отдел Суздальского филиала музея-заповедника располагается в здании автовокзала по адресу город Суздаль, улица Васильевская, дом 44. Всю информацию по экскурсионному обслуживанию можно получить по единому номеру диспетчерской службы экскурсионного бюро 84922601001. А если в период с 14 июня по 15 июля вы предъявите паспорт болельщика чемпионата мира по футболу, то получите 20% скидку на входные билеты. К слову о выставках. Владимиро-Суздальский музей как раз приглашает на выставку «Страсти по Петру». С 15 июня гости могут полюбоваться произведениями художников и педагогов ГИКа Виталия Ермолаева и Валерия Архипова, эскизами костюмов к фильму «Араб Петра Великого» и живописными работами книги-сказка о царе Петре I из столицы Санкт-Петербурга. Гостей ждут в архиерейских палатах Суздальского Кремля. А во Владимире ценители искусства встречают в центре ИЗО. С 8 июня там работает выставка на гребне волны. Слово Екатерине Глазковой. Счастливейший из смертных. Так известный во всем мире художник-маринист Иван Айвазовский называл себя. За всю свою жизнь он создал порядка 6 тысяч картин. Его стиль в изображении морской стихии неповторим. Умиротворенные штили, лихие бури и буйное скопление грозовых туч, сквозь которые пробивается едва заметный луч света, луч надежды и жизни. Впервые во Владимир приехала выставка репродукции известных картин Ивана Айвазовского. 55 жемчужин Тротяковской галереи этого автора выполнены в технике Жекле. Это совершенно новейшие компьютерные технологии, которые позволяют передать... Конечно, это же копийная выставка. И вот эти технологии Жекле, что в переводе, кстати, с французского обозначает распыление, помогают передать совершенно все мелкие детали, всю стилистику этого художника. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте художниками-копиистами, цифровая репродукция — это не имитация, а точное воспроизведение подлинника. Сохраняется даже печать времени в виде каркелюров. Масштабные полотна выполнены в натуральную величину и обрамлены в итальянские рамы. Посетители выставки могут узнать о жизни и ярких моментах творчества художника, а также приобрести репродукцию картин и сувениров. Выставка «Айвазовский на гребне волны» будет работать до 29 июля в Центре пропаганды изобразительного искусства. 19 июня приглашаю вас на спектакль для детей и взрослых. В областном доме работников искусств театр Фавор представляет спектакль «Тайна сонного царства». Начало в 11.00. В этот же день в концертном зале имени Танеева хор имени Пятницкого. Концерт будет по нраву тем, кто любит русские народные песни, песни советских и российских композиторов. Начало в 18.30. 20 и 23 июня приглашаю вас в Киномакс «Буревестник». В рамках проекта «Театр HD» сразу две премьеры. В среду спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Это, пожалуй, самый совершенный образец театрального проникновения во внутренний мир аутиста. Сюжет разворачивается вокруг 15-летнего Кристофера, мальчика, страдающего синдромом Аспергера. Когда он находит убитую соседскую собаку, он решает провести собственное расследование, ведь он главный подозреваемый. Однако отец Кристофера всячески ему в этом деле мешает. Чем закончится расследование мальчика и чью роль исполнит актриса Уна Стабб, знакомая многим, как миссис Хатсон в сериале «Шерлок». За ответами идем в кино. Начало сеанса в 19.00. А 23 июня в субботу узнаем тайны одного из самых загадочных шедевров мирового искусства. Речь идет о фильме-выставке «Девушка с жемчужной сережкой». Картина Яны Вермеера известна по всему миру. Увидеть девушку только в Японии пришло более миллиона человек. Тем не менее, картина до сих пор окружена роем загадок, разгадать которые попытались авторы этого нового фильма. Кем была изображенная девушка? Действительно ли Вермеер был влюблен в музу, появляющуюся и на многих других его полотнах? Или это лишь домысло? Как и зачем была написана картина? Почему ей так восхищаются? Режиссер Дэвид Бекерстафф попытался пролить свет на тайны не только знаменитого шедевра Вермеера, но и других картин, хранящихся в Королевской галерее в Гааге. Знакомство с шедевром мирового искусства начнется в 15.00. Такой запомнилась минувшая неделя. Впереди много всего интересного, о чем мы непременно расскажем. Еще больше новостей из мира культуры и не только на сайте губернии 33, trc33.ru. С вами была Евгения Палагина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин